Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти канал снова, меня зовут Юля. В сегодняшнем видео мы сделаем с вами обзор на новую тональную основу от KVD Beauty, которая называется Good Apple Foundation. Что же такого интересного в этой основе от KVD Beauty? Что в ней такого, чего мы не видели до этого? Во-первых, это консистенция или текстура этого продукта, она кремовое ощущение, что я вижу не тональную основу, а, например, румяна. Вот обычно в такой упаковке румяна и бронзеры, если они в кремовой текстуре, можно увидеть. Однако, это тональная основа, что очень интересно. Во-вторых, это упаковка. Также упаковка продукта, она действительно отличается разительно от того, что мы видим, когда покупаем что-то за 38 долларов, это стоит 38 долларов. И упаковка чувствуется, как будто бы у меня в руках продукт от, например, Essence, у которых косметика там по 4-5 долларов, правильно же? Но этому есть причина. Дело в том, что KVD Beauty решили создать упаковку продукта, которую можно будет полностью переработать. Полностью. Да. Это круто, не так ли? И это, по-моему, второй уже их продукт, который также, возможно, будет переработать после использования. Первая, это была их палетка теней, которая не так прям хорошо зашла. Всем тем, кто любит макияж, в общем, она уже на сейле, очень долгое время на сифоре. Я считаю, это очень хороший вклад в окружающую нас среду, потому что, учитывая, сколько сейчас всего производится, это действительно очень хороший шаг, да, к тому, чтобы как-то сделать нашу планету чуть более чище, если так можно выразиться. В общем, я немножко далеко зашла. И я взяла оттенок Light 015. Это светлый 15-й. К сожалению, я не понимаю, почему для меня было достаточно сложно подобрать мой идеальный оттенок. И даже несмотря на то, что Sephora сказала, вот это твой идеальный оттенок, он мне показался, например, слишком светлым. В итоге, что я сделала, я пошла в Alta, и это был единственный оттенок, который у них остался, который был самый светлый из всех в сравнении с остальными оттенками. Поэтому я решила взять его, потому что другого выбора не было. По цене этот тон стоит у нас 38 долларов, больше 2000, да. Тон с плотным покрытием, но при этом нам обещают такой финиш, который не будет выглядеть прям ненатуральным. Вот, то есть это очень хорошая характеристика. Этот бальзам у нас самое главное, ребята, забыла сказать. Хайлайтом этого продукта стало то, что в этом продукте имеется экстракт яблока. Экстракт яблока еще, как мне кажется, мы нигде не видели. И как говорит бренд Кеви Ди Бьюти, экстракт яблока, он способен очень хорошо напитать вашу кожу. И таким образом можно сделать вывод, скорее всего, это будет хорошо для сухой и жирной кожи. Я вот почему-то думала именно над этим, что моя кожа, она более комбинированная. И будет ли это работать на моей коже, потому что это, наверное, слишком что-то жирное, да. И поэтому мы сегодня посмотрим, действительно ли эта основа может работать на комбинированной коже. Именно поэтому будет очень интересно протестировать эту основу в течение всего дня. Вот так выглядит упаковка этого тона. Такой дизайн, который как будто бы переносит себя в года, когда Кеви Ди Бьюти были на высоте. То есть что-то готическое все равно есть в этом дизайне. На сайте Кеви Ди Бьюти написано, что эта основа у нас не комедогенна, что очень круто. Нелипкая, устойчивая к ношению и не оставляет отблесков. Быстро скрывает пятна, мгновенно повышая уверенность в себе. Это то, что нам нужно. И лучше всего подходит именно для нормальной и сухой кожи. В принципе, то, о чем я и думала. Можно достроить до прям такого хорошего, плотного финиша. Но я думаю, что сегодня мы попробуем это тоже сделать. Почему нет? Кеви Ди нам советуют использовать эту основу двумя способами. Во-первых, это может использоваться как точечный консилер. Что очень интересно. И я думаю, что по текстуре это идеально для консилера. 100%. И, конечно, мы попробуем сегодня два способа нанесения. И спонжем, и кистью. Я, скорее всего, хочу использовать сегодня праймер от NYX. Просто, чтобы, не знаю, возложнять кожу. Я всегда привыкла использовать хотя бы какой-то праймер. Наверное, нанесу все-таки это на правую часть лица. Чтобы посмотреть, есть ли какая-то разница с праймером или нет. Потому что, возможно, с праймером это смотрится, например, чуть лучше. Или, наоборот, это сделает мое лицо еще более жирным. Понимаете? Так, мой спонж готов. И кисточка моя тоже готова от Rare Beauty. Насколько этот оттенок дойдет мне? Действительно, чувствуется это все достаточно таким плотным, пигментированным. Хмм. Вполне возможно, оттенок этот имеет в себе такой прям хороший желтоватый подтон, я бы сказала так. Блин. И первое я хочу использовать, конечно же, спонж. Потому что, мне кажется, я хочу сначала увидеть, насколько плотным это может покрытие быть. Пока снимем эти серьги, потому что они могут помешать нам. Хоть она выглядит, знаете, вроде как бальзам-бальзамом, то есть должна быть вроде как легкая текстура, но я вижу, что текстура у этого продукта, она прям тяжелая артиллерия, можно сказать так. Вау. Мое лицо, оно как-то полностью, знаете, покрывается... Что это была собака? Лицо приобретает гораздо более хороший вид. Мне кажется, я сейчас очень странно смотрюсь. Вы можете сами видеть, да, насколько тон трансформирует то, как я выгляжу. Почти даже незаметные поры на лице. Здесь видно все краснота, маленькие пигментные пятна. И я думаю, что эта сторона, конечно же, выигрывает. Сейчас я хочу еще немножко взять на спонж и нанести это вот сюда вниз. Кстати, не могу сказать, что у этого средства есть какой-то аромат. Нет, аромата вообще никакого нет. И это, в принципе, круто. Я считаю, что иногда, чем меньше запахов ты используешь, как в уходе, так и в косметике, тем это лучше для твоей кожи. Сейчас смотрю на свои две стороны, и мне кажется, что это был достаточно хороший выбор оттенка 0.15. Если я не ошибаюсь, в нем имеется нейтральный подтон. И поэтому на моей коже смотрится это как будто бы это моя кожа, только лучше. Хоть я изначально думала, что это не тот оттенок, который подойдет мне, потому что он странно очень выглядит на модели. Это как раз-таки тот случай, когда иногда нужно, знаете, немножко рисковать и получать такие результаты. Итак, давайте возьмем теперь нашу кисть от Rare Beauty. Посмотрим вообще, как это будет работать с этой основой. Здесь у нас, кстати говоря, нет никакого праймера. Это нужно тоже иметь в виду. Мне кажется, с праймером эта основа, она, возможно, будет даже лучше смотреться. Посмотрим сейчас на это. Еще один плюс этой основы, это то, что вам не нужно очень большое количество продукта. Чуть-чуть совсем берете продукта, и уже его достаточно для того, чтобы растушевать его полностью по лицу. Мне кажется, когда дело касается тональных основ жидких, там уже другая история. Там уже нужно много продукта. Много продукта, чтобы на все лицо хватило, особенно если вы делаете такой плотный макияж. Вопрос, видна ли разница в нанесении кистью и спонжем. Обе стороны моего лица выглядят одинаково красиво. Это смотрится так, как будто это моя кожа, только лучше. Но мне кажется, что эта страна смотрится не так аккуратно, как страна, где я использовала спонж. Это чисто мое мнение. Возможно, у вас будет все хорошо и кистью. Но мне просто кажется, что когда ты возюкаешь этот бальзам по лицу, очень легко можно сделать какие-то непонятные разводы, и это может быть видно. Потом, так или иначе, вам придется поправлять вот эти непонятные разводы спонжем. Поэтому, мне кажется, лучше все-таки наносить этот тон спонжем, как мне кажется. Далее, насчет того, видны ли поры. Поры, я не знаю, не могу сказать, что поры исчезли. Они все так же видны, но это смотрится так, как будто бы... Мое лицо отфотошоплено, как будто бы у меня фильтр есть. Я хочу, наверное, пробовать этот тон в качестве канцелера, просто потому, что у меня здесь имеются вот эти части, не прям так хорошо закрасились. Вау, это реально очень здорово работает, как консилер, 100%, да. Просто посмотрите, насколько быстро исчезли вот эти непонятные пятна. Они просто растворились, их не видно. Я просто в шоке. Как будто бы, благодаря праймеру, основа регла гораздо-гораздо лучше. Я могу сказать, что эта сторона имеет большее сияние, тогда как эта сторона лица, она, ну, более такая, как матовая. Сейчас я сделаю макияж и вернусь к вам уже через секунду. Ну что, ребят, вот так выглядит мой законченный образ на сегодня. Я сделала реснички, я нанесла румяна от, опять же, KVD Beauty в оттенке Peony. Я сделала макияж, использую палетку от Huda Beauty, ретроградный Меркурий, и также использовала хайлайтер из палетки Hourglass. Как можно видеть, у меня здесь вообще почти ничего не осталось в этом хайлайтере, настолько мне он нравится. Если коротко, то после нанесения этого бальзама от KVD Beauty Good Apple, я заметила, что без использования пудры этот бальзам, он никак не застывает на вашем лице, и в итоге вы получаете такой, знаете, я не знаю, ну, пигмент, жирный пигмент, я бы сказала так, который никак не хочет застывать на коже лица. Продукт, который требует, определенно требует, без вариантов закрепления пудрой. И я рада, что я использовала эту пудру, потому что это новая пудра от KOS, кстати говоря, и она обладает таким эффектом блюринга, она реально очень хорошо блюрит поры. Мне нравится, как она работает, у меня это оттенок Feathery, вот. Прикольная пудра, очень советую. И вам, наверное, интересно, как это смотрится все вблизи. Вблизи смотрится все очень-очень хорошо, красиво, как будто бы у меня нет макияжа на моем лице, как мне кажется. У нас сейчас сколько? 2.54, где-то в часов, наверное, 7. Я вернусь к вам, надеюсь, что не будет темно, и уже расскажу о том, как хорошо или плохо носился бальзам от Kividi Beauty Good Apple в течение всего дня. Увидимся с вами через пару часов. Всем снова привет, ребят, я вернулась. У нас сейчас на часах 8-19, то есть прошло более 5 часов. Я думаю, что это достаточно хороший такой показатель, чтобы понять, насколько хороша тональная основа. Чтобы вы понимали, мы проехались там по делам, я одевала маску, и я не увидела какого-то огромного количества продукта, который бы оказался на маске после снятия. Я так полагаю, пудра в этом очень помогла. Первое, что мне поразило в этом продукте, это, наверное, стойкость. То есть удержался он полдня, никаких проблем нет, ни одной жиринки на своем лице я не вижу. Это радует. Однако, если я, допустим, проведу своим пальцем вот так вот, конечно, я увижу границы, где эта основа сходит. То есть, получается, нельзя ожидать. Понятное дело, от этой основы такой стойкости, как, например, у тонального крема от Huda Beauty, да, ее обновленного, например. Нет, это что-то более легкое. И меня вот также интересует вопрос, насколько этот тон будет хорош на лето, потому что у него достаточно все-таки текстура, ну, жирная. И вы можете даже это видеть, когда я сейчас окунаю туда палец. Я бы сказала, она как масло. То есть, когда вы опускаете туда палец, продукт сразу начинает таять. У меня, опять же, напомню, комбинированная кожа. И я не уверена, насколько этот тон будет хорош для меня в носке летом. Я все-таки для лета предпочитаю, ну, что-то в стике, например, или жидкую тональную основу, классика. А я буду все-таки, наверное, чуть более аккуратно именно с этим продуктом. Я не знаю, почему, наверное, какие-то, знаете, предрассудки. Итак, первое, я сказала, что мне понравилось. Второе, что мне понравилось, это легкость в применении. Нанес это кистью, нанес это спонжем, бум, и твое лицо уже выглядит гораздо-гораздо более красиво. И все непонятные красные пятна, какие-то следы от прыщей, они все полностью закрыты. Еще, конечно, тот факт, что я могу использовать этот продукт еще и как консилер, это вдвойне здорово. Наверное, это то, чем я буду больше пользоваться как консилер этим продуктом. Потому что комбинированная кожа или жирная кожа в летнее время и такая жирная формула, они могут быть немножко несовместимыми, как мне кажется. Вы не получите никакой сумасшедшей стойкости от продукта. Это нужно знать. Это, знаете, продукт на дни, когда вы хотите сделать какой-нибудь такой легкий, естественный макияж, и при этом, чтобы ваша кожа не страдала под толстым слоем тональной основы. Кстати, еще я недавно узнала, буквально пару минут назад, что, оказывается, этот продукт от KVD, он является хитом на ТикТоке, и именно поэтому его раскупили во всех магазинах. То есть в Valt'е я зашла, я вам уже сказала, что, по-моему, сказала, потому что там не было большого количества оттенков. Также на Sephora раскупили большое количество оттенков. Там вообще сложно на что-то достать. Только на сайте у KVD Beauty самой, ну или у бренда KVD, там можно это купить. И при этом, если вы используете какой-то код, там можно еще и кисть в подарок получить к этой основе. Это очень круто, я считаю. Я забыла вам показать вид вблизи после пяти часов носки. Кожа смотрится, как у младенца, по-моему, ничего плохого я не вижу. Я думаю, что хайлайтеру он очень хорошо подходит в данный момент, потому что он не слишком такой прям сильный по своему сиянию. Да, мне кажется, мне нравится определенно, не то, что мне кажется, мне нравится определенно, что я вижу в отражении в зеркале. И мне кажется, что если вы хотели попробовать что-то новенькое, новую форму тонального средства, то, возможно, это то, что вы захотите купить. Вот, я не знаю, второй раз держу эту упаковку в руках. Я не чувствую, что она люксовая, что этот продукт стоил 38 долларов. Когда вы держите в руках, вы можете нечаянно так сделать, и она как будто бы вот-вот развалится. Ну нет, конечно, но просто есть ощущение, что она супер просто сделанная. Но, опять же, это все хорошо для окружающей среды. Поэтому, мне кажется, это очень здорово, когда компании пытаются хоть как-то улучшить нашу ситуацию с тем, сколько всего мы покупаем, и потом это все выбрасывается, потому что мало что перерабатывается в плане макияжа, мне кажется, немного. Да, ребят, такой у нас сегодня был обзор. Я очень рада, если вы досмотрели это видео до конца. И мне будет очень-очень интересно услышать ваше мнение насчет этой основы. Я, кстати, по-моему, я совсем забыла, ребят, показать вам видео, как я еду в машине, и как эта основа смотрится при солнечном свете. Мне кажется, это будет очень актуально посмотреть. Я обязательно сделаю скрин здесь где-нибудь на экране, чтобы вы могли это видеть. Мне все понравилось, и я довольна, я довольна. Мне кажется, я бы поставила этой основе 9 из 10. Мне кажется, это очень хороший рейтинг, и кого я не смотрела из американских блогеров, кто делал обзор на эту основу от KVD, все оказались в восторге. Поэтому я думаю, что я в их числе. Однако немножко-немножко расстраивает то, что без пудры тут никак, потому что иначе у вас будет просто, не знаю, жирное месиво на лице, в плане того, что это кремовая текстура. Поэтому, да, надеюсь, это была полезная информация от меня в этом видео, в этой основе. Опять же, мне будет очень интересно узнать, что вы думаете в этом продукте. Планируете ли вы покупать его, или это у вас антихотелка? Пишите в комментариях все, я все читаю, всем отвечаю. Безумно интересно, что вы думаете об этом продукте. У меня так нос чешется, это просто что-то с чем-то, я даже не знаю почему. И надеюсь, этот обзор оправдал себя. Я старалась, я правда старалась, чтобы вы услышали это на русском языке, а не переводили на английском. На этом моменте я буду заканчивать свое видео. Желаю вам прекрасного настроения, идеальных макияжных дней каждый день. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока!